Книгу Исход, главу тридцать пятую И собрал Моисей все общество сынов Израилевых и сказал им, — Вот что заповедал Господь делать. Шесть дней делайте дела, а день седьмой должен быть у вас святым. Суббота покоя Господу. Всякий, кто будет делать в нее дело, предан будет смерти. Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы. И сказал Моисей всему обществу сынов Израилевых, — Вот что заповедал Господь, — Сделайте от себя приношение Господу, каждый по усердию пусть принесет приношение Господу, золото, серебро, медь, шерсть голубого, пурпурового и червленого цвета, и весон, и козью шерсть. Кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерево сетим, и елей для светильника, и ароматы для елея помазания, и для благовонных курений. Камень оникс, и камни вставные для ефода и наперстника. И всякий из вас, мудрый сердцем, пусть придет и сделает все, что повелел Господь. Скинью, и покров ее, и верхнюю крышку ее, крючки и брусья ее, шесты ее, столбы ее и подножия ее, ковчег и шесты его, крышку и завесу для преграды, стол и шесты его, и все принадлежности его, и хлебы и предложения, и светильник для освещения с принадлежностями его, и лампады его, и елей для освещения, и жертвенник для курений, и шесты его, и елей помазания, и благовонное курение, и завесу ко входу с киньи. Жертвенник всесожения и решетку медную для него, и шесты его, и все принадлежности его, умывальник и подножия его, завесы двора, столбы его и подножия их, и завесу у входа во двор, колья с киньи, и колья двора и веревки их, одежды служебные для служения во святилище, и священные одежды Аарону священнику, и одежды сынам его для священодействия. И пошло все общество сынов Израилевых от Моисея, и приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал дух, и приносили приношения Господу для устроения с киньи и собрания, и для всех потребностей ее, и для священных одежд. И приходили мужья с женами, и все по расположению сердца приносили кольца, серьги, перстни и привески, всякие золотые вещи, каждые, кто только хотел приносить золото Господу. И каждый, у кого была шерсть голубого, пурпурового и червленого цвета, весон и козья шерсть, кожи бараньи красные и кожи синие, приносил их. И каждый, кто жертвовал серебро или медь, приносил это в дар Господу, и каждый, у кого было дерево сетим, приносил его на всякую потребность для скиньи. И все женщины, мудрые сердцем, прялись своими руками и приносили пряжу голубого, пурпурового и червленого цвета, и весон. И все женщины, которых влекло сердце, умевшие прясть, пряли козью шерсть. Князья же приносили камень оникс и камни, вставные для ефода и наперстника, также и благовония, и елей для светильника, и для составления елея помазания, и для благовонных курений. И все мужья и жены и сынов Израилевых, которых влеклось сердце принести на всякое дело, какое Господь через Моисея повелел сделать, приносили добровольный дар Господу. И сказал Моисей сынам Израилевым, смотрите, Господь назначил именно весельила сына Урии, сына Ора из колена Иудина, и исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством составлять искусственные ткани, Работать из золота, серебра и меди, и резать камни для вставливания, и резать дерево, и делать всякую художественную работу. И способность учить других вложил в сердце его, его, и Аголиава, сына Ахиса Махова, из колена Данова. Он исполнил сердце их мудростью, чтобы делать всякую работу резчика и искусного ткача и вышивателя по голубой, пурпуровой, червленой и весонной ткани, и ткачей, делающих всякую работу и составляющих искусные ткани.